Всем привет, друзья! Так как это последнее видео об уходящем 2017 году, я приготовил для вас кое-что интересное. В этом видео 8 интересных автомобилей, 3 оригинальных препятствия и заезд на ускорение до 200 км в час. И все это на внедорожник. Расскажу про то, как выбирались автомобили, которые вы увидите в этом видео. По традиции, я разместил анонс грядущих покатушек в Instagram, Facebook и ВКонтакте. То есть принять участие мог любой желающий, поэтому состав участников определился случайным образом. Единственный критерий – автомобиль должен быть в заводском исполнении. К сожалению, находить абсолютно стандартные автомобили не так уж и просто. Ну а теперь непосредственно про машины. Первым будет двухлитровый полноприводный Renault Duster на механике. Он, как лакмусовая бумажка, будет индикатором сложности препятствий. Далее – дизельный Mitsubishi Pajero Sport второго поколения с межосевой и задней межколесной блокировкой. Еще один представитель Mitsubishi – Pajero 4 с трехлитровым бензиновым двигателем. У автомобиля есть только межосевая блокировка. Такая вот комплектация. Конечно же, не обошлось без Toyota. Всего их будет две. Четырехлитровый бензиновый Prado в 150-м кузове с межосевой и задней межколесной блокировкой. Плюс незаводская подвеска и злая резина. Далее – турбодизельный Land Cruiser 200 на больших дисках с дорожной резиной. У автомобиля есть принудительная межосевая блокировка. Межколесные блокировки имитируются электронными помощниками. Список участников завершает сборная солянка из европейцев. Дизельный омарок, Porsche Cayenne с 4.8 под капотом и на летней шоссейной резине. А также новинка уходящего года Land Rover Discovery 5 с компрессорным бензиновым двигателем мощностью 340 сил. Из внедорожного арсенала у него есть пневмо и умная система полного привода, которая управляет межосевой и задней межколесной блокировкой. Забегая вперед, для вашей информации, внедорожному арсеналу Porsche Cayenne может позавидовать иной тру-внедорожник. У Cayenne есть передняя межколесная, межосевая и задняя межколесные блокировки. Плюс пневмоподвеска. То есть большие диски и низкопрофильная резина – это лишь прикрытие. В конце видео я подведу итог и сделаю выводы относительно каждого автомобиля. Но перед тем, как мы перейдем к первому препятствию, расскажу о спонсоре этого видео. Компания BH Performance с торговой маркой Redline. Redline – это моторное масло и технические жидкости для вашего автомобиля. Redline позволяет выжать из машины все, на что она способна. Если вы стремитесь к максимальному результату, то Redline позволяет достичь его. Самая высокая скорость, настоящий драйв и крутые виражи возможны только с Redline. Итак, препятствие номер один. Короткий подъем с диагональным вывешиванием. Упражнение несложное, самое то для разминки. Первым к барьеру отправляется Duster. Даже имея небольшой разгон, Duster не смог подняться с первого раза. Лишь откатившись назад, динамично стартанув, Duster взлетает на подъем. Правда, для этого он выбрал более простую траекторию. На видео видно, что машина прошла правее основной колеи. Отсюда можно сделать вывод, что в натяг Duster здесь подняться не сможет. Так же, как и большинство современных кроссоверов, не оборудованных механическими или же принудительными межколесными блокировками. Давайте посмотрим, что получится у других участников. Далее должен был ехать Pajero Sport, но, к сожалению, видеоматериал его проезда отсутствует. Поэтому переходим к следующему герою Pajero 4. Газ в пол, плюс хорошие ходы подвески и относительно зубастая резина позволили Pajero 4 играючи преодолеть подъем. Теперь Prado 150. Правда, водитель машины заблаговременно заблокировал задний межколесный дифференциал. Поэтому результат очевиден. Машина без заминок в натяг преодолела подъем. А вот в случае с турбодизельной двухсоткой все как раз наоборот. Водитель отключил всех электронных помощников, а значит, деактивирована имитация межколесных блокировок. Благодаря высокому крутящему моменту и большому ходу подвески диагонально вывешенные колеса буксуя смогли затащить отнюдь нелегкий автомобиль наверх. Аморок играючи поднялся наверх, чуть-чуть побуксовав на подъеме. Тут даже и говорить нечего. Большой запас мощности плюс умный полный привод позволили Каену заехать по сложной траектории. Это отсылка к тому, что Дастеру для преодоления этого подъема пришлось брать чуть-чуть правее, если вы помните. А в случае с Discovery вы сами все видите. Машина едет в натяг, никакой пробуксовки, стабильный, уверенный подъем. При этом водителю нужно было только давить педаль газа и задавать направление движения. Все остальное делает электроника. Благополучно справившись с первым препятствием, мы отправились к следующему. Затяжной подъем с неровностями. Особую пикантность добавляют мелкие камни, обильно усыпанные по всей дистанции. Вылетая из-под колес, они способствуют пробуксовке. А значит подъем обещает быть интересным. Первым отправляется Дастер. Активная пробуксовка на старте указывает на имеющийся уклон и не самое лучшее сцепление колес с грунтом. Практически весь подъем автомобиль буксует, перекидывая крутящий момент между колесами. Если бы не хорошая скорость, возможно Дастер не смог бы преодолеть этот подъем. Следующий – Pajero Sport. Активирован только полный привод без пониженной и задней межколесной блокировки. Видно, что колеса чуть-чуть пробуксовывают, но благодаря длинным ходам подвески обеспечивается достаточное сцепление с поверхностью. Автомобиль поднимается наверх. Казалось бы, подъем как подъем, но не тут-то было. Pajero 4 с трудом подъехал к месту старта, беспомощно буксуя и сдавая назад, пока не нашел достаточный зацеп. Особенность этого Pajero в том, что у него есть только межосевая блокировка и нет задней межколесной. Поэтому крутящий момент единовременно может передаваться лишь на одно колесо на каждой оси. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok От легендарного проходимца, внедороженные корни которого уходят в далекие 80-е Следующим поехал Prado с заблокированным задним дифференциалом После буксующего Pajero этот проезд Prado будто показательное выступление На самом деле было бы интересно посмотреть, как Prado проехал бы здесь в обычном автоматическом режиме полного привода Оставим это для следующих выездов Теперь черед турбодизельной двухсотки Правда в этот раз электронные помощники не отключены Полный привод в автоматическом режиме и статус КВО восстановлен Автомобиль уверенно поднимается вверх, а незначительные пробуксовки абсолютно не сказываются на темпе движения Аморок с заблокированным задним дифференциалом также уверенно поднимается вверх Даже намеренное усложнение траектории движения не останавливает этот пикап от Volkswagen Никто же не считает Porsche Cayenne серьезным внедорожником А теперь вспомните, как буксовали только что Duster и Pajero И посмотрите на этот уверенный подъем немецкого кроссовера Даже короткие ходы подвески, от чего автомобиль частенько ехал на трех колесах Не заставили его спасать перед этим препятствием Все, что сделал водитель Cayenne, лишь перевел автоматическую коробку в положение драйв И поднял пневму в верхнее положение Здесь даже нет злой резины, а лишь обычные низкопрофильные шоссейные шины Чем мне нравится Discovery, так это то, что водителю вообще не надо ничего делать Надо просто давить педаль газа и задавать направление движения Ну и чтобы уж наверняка можно поднять пневму в верхнее положение Все, дальше автомобиль все сделает сам Электроника будет сама зажимать и разжимать межосевой задний межколесный дифференциал С целью максимально эффективной работы полного привода Что из этого получается? Вы видите на экране, автомобиль просто едет, едет, будто нет уклона и скользких камней По пути от второго препятствия к третьему Желающие могли проехать овраг, который мы уже преодолевали в начале видео Правда, теперь уже в обратную сторону Мы не стали прогонять все машины, так как было ограничение по времени Поэтому обошлись проездом трех машин Duster, Prada и Discovery Ввиду отсутствия блокировок, Duster берет препятствие ходом При этом активно буксует и как может цепляется за грунт Чуть больший ход подвески явно пошел бы Duster на пользу Следующим был Prada, правда в этот раз без активации блокировок Полный привод в автоматическом режиме Для наглядности водитель намеренно ехал по более сложной траектории Что позволило увидеть беспомощность Prada на диагональных вывешиваниях Без принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала На диагональных вывешиваниях Prada ведет себя как обычный кроссовер Фото сделайте, фото на память Прям выключил Без нее специально, чтобы показать А теперь черед Discovery Полный привод также в автоматическом режиме И посмотрите, что он делает Даже будучи на трех колесах, автомобиль не буксует, а уверенно поднимается вверх То есть, если в случае с Prada, чтобы проехать диагональное вывешивание Надо знать, как активировать заднюю блокировку И не забыть выключить ее, выехав на асфальт То в случае с Discovery надо просто ехать и все Машина все сделает сама И вот мы доехали до самого интересного третьего спецучастка Он представляет из себя затяжной подъем Но не с скользкими камнями, как на предыдущем препятствии А с серией диагональных вывешиваний И первым отправляется Duster Из-за конструктивных особенностей Уже в самом начале препятствия у Duster начинаются проблемы Длины хода подвески недостаточно Чтобы разгруженные колеса могли зацепиться В этой ситуации нужны межколесные блокировки Которые позволили бы передать крутящий момент На загруженные колеса И автомобиль смог бы продолжить движение В итоге Duster вынужден проехать чуть правее основного маршрута Чуть-чуть больше разгона Следующим едет Pajero Sport Сначала он пробует проехать в режиме обычного полного привода Без активации пониженной и задней блокировки По сути это не сильно отличается от полного привода у Duster Крутящий момент передается на разгруженные колеса И точно так же, как и Duster Pajero беспомощно буксует Поехал Сейчас он яму еще больше снимает Попытка номер два Но теперь уже с заблокированным задним дифференциалом И мы сразу же видим существенную разницу Практически без пробуксовок Уверенное движение вперед даже на трех колесах Далее Pajero 4 без межколесных блокировок И на примере Duster и Pajero Sport Вы уже знаете, каким будет результат Длинные ходы подвески и более-менее зубастая резина Оказались бессильны против коварных диагональных вывешиваний Конечно, Pajero смог бы пролететь эти неровности ходом Но задача этого эксперимента Показать возможности и особенности автомобилей в одинаковых условиях А не просто любой ценой проехать сложный участок По большому счету 4-х литровый 150 и Prado отличается от предыдущего участника Лишь наличием задней межколесной блокировки Что, собственно, он и активировал перед началом покорения препятствий Результат у вас на экране Здесь хотелось бы отметить Если вы ездите на Prado Но не знаете, как и когда нужно использовать Внедорожные инструменты автомобиля То вы не смогли бы проехать это препятствие Поэтому настоятельно рекомендую вам Ознакомиться с инструкцией, чтобы хотя бы иметь понимание Что, как и зачем работает Возможно, когда-нибудь эти знания вам пригодятся Но, как минимум, лишним не будет А мы едем дальше И у барьера легендарный крузак Но теперь с отключенными электронными помощниками И что мы видим? Электронная имитация межколесных блокировок отключена Крутящий момент передается на разгруженные вывешенные колеса И автомобиль беспомощно буксует Не подавая никакой надежды Субтитры создавал DimaTorzok И тут возникает вопрос А если активировать электронных помощников Сможет ли 200-ка преодолеть это препятствие? Ответ в следующем видео Да, после этого выезда я собрал компанию Не менее интересных автомобилей И мы проехали по еще более интересным местам Включая этот подъем И там есть 200-ка Теперь Амарок Пониженный и заблокированный задний межколесный дифференциал Стабильно и уверенно Сейчас жалею, что не сняли проезд Амарока без задней блокировки Интересно, какой бы результат он тогда показал Взял на заметку для будущих выездов Каен, который никто не считает серьезным внедорожником И посмотрите, что он делает Начиная с самого первого препятствия Первое диагональное вывешивание Проехал так, будто там ничего и нет Далее более сильное вывешивание Слышно, как работает АБС Подтормаживая буксующие колеса В итоге автомобиль едет дальше и оказывается на трех колесах Переднее левое колесо парит в воздухе Но Каен уверенно ползет вверх Потом в воздухе оказывается переднее правое колесо Но Каен как ехал вверх, так и продолжает движение Незначительную пробусовку заднего левого колеса Можно даже не брать в расчет Автомобиль уверенно справился с этим препятствием Признаетесь честно Вы знали о таких возможностях Каена на бездорожье? А теперь последний заезд Discovery 5 с очень умной системой полного привода И мы намеренно направляли автомобиль По самой сложной траектории Полный привод в автоматическом режиме Единственная пневма в верхнем положении и все Отдельно отмечу, что Автомобиль обут в дорожные, низкопрофильные Высокоскоростные шины И то, как он проезжает это препятствие Вызывает восторг Он будто не замечает диагональных вывешиваний и уклона Колеса практически не пробуксовывают По звуку двигателя можно понять, что автомобиль едет в натяг Преодолевая препятствия не ходом А именно за счет слаженной работы полного привода А теперь самое время сделать выводы по каждому автомобилю Duster, как показал пример с Каеном Имея ограниченный ход подвески и межколесные блокировки Можно уверенно проезжать там, где едут куда более серьезные внедорожники Но не имея такого арсенала, Duster вынужден проезжать препятствия ходом Либо искать более простые траектории Pajero Sport В этом видео мы увидели разницу в возможностях автомобиля с активацией и без активации задней межколесной блокировки В следующих видео будем искать предел возможности автомобиля Pajero 4 А это наглядный пример, каким не должен быть внедорожник По большому счету Pajero без задней блокировки на диагональных вывешиваниях ведет себя как обычный кроссовер Поэтому, если будете покупать Pajero 4, обязательно убедитесь, что у него есть блокировка заднего дифференциала Prado Особенность этой модели заключается в том, что большинство владельцев, особенно новых Prado Не знают, как пользоваться внедорожными возможностями машины И если бы за рулем этого Prado был неопытный водитель Вполне возможно, что автомобиль показал бы результат аналогичный Pajero 4 Toyota Land Cruiser 200 Если в случае с Prado надо знать, как и что включать, чтобы получить хорошую проходимость на бездорожье То здесь все совсем наоборот Не нужно ничего отключать и вообще вмешиваться в работу машины Дави газ и задавай направление Электронные имитации межколесных блокировок все сделают сами Омарок По омароку трудно сделать вывод Практически все препятствия автомобиль проехал с задней блокировки Очевидно, что нужен новый выезд и желательно в компании других пикапов Чтобы сравнить, кто самый-самый на бездорожье Напишите в комментариях, какие пикапы нужно поставить против Омарока Porsche Cayenne Я в восторге Очень мощный и динамичный кроссовер с повадками легкового автомобиля на асфальте На бездорожье показывает отличные результаты И как вы сами могли увидеть, Porsche Cayenne абсолютно не испугать никакими диагональными вывешиваниями Могу предположить, что если обуть его в более злую и зубастую резину Он еще даст фору настоящим тру внедорожникам Другое дело, что ревизия подвески Porsche Cayenne после таких вот покатушек Может легко потянуть на стоимость подержанного Дастера Discovery 5 Современный, очень комфортабельный автомобиль, обладающий отличными внедорожными способностями При этом для преодоления сложного участка водителю не нужно быть экспертом и знать, как активировать блокировки Автомобиль все сделает сам Не зря комфорт и безопасность – ключевые факторы философии Land Rover Обещанный бонус Вы видели, как Discovery на равных, а местами даже более уверенней, чем маститые внедорожники преодолевал те или иные препятствия А теперь предлагаю посмотреть заезд Discovery против Porsche Cayenne 60 до 200 км в час У Discovery 3 литра плюс компрессор, у Porsche атмосферный 4.8 340 сил против 385 Сможет ли Prada, Kruzak или Pajero показать такой же результат? Конечно же нет При условии, что на автомобиле не будут установлены компрессоры или турбины Сток против стока Продолжение следует... Не подумайте Вы знаете, что это реклама Discovery, но судите сами Из всех автомобилей в этом видео Discovery отлично показал себя вне дорог Ну и очевидно, что на асфальте быстрее него только Porsche Cayenne Отсюда можно сделать вывод, что Discovery универсальный автомобиль на все случаи жизни Так что желаю вам в следующем 2018 году иметь столько денег, чтобы вы могли купить себе новый Discovery 5 И не переживать о стоимости его обслуживания С вами был Диас Валихан Всех еще раз поздравляю с Новым Годом и пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok